Продолжаем выпуск. Сегодня Михаил Игнатьев собрал в Доме правительства глав всех муниципалитетов и решил каждому лично объяснить важность создания комфортной городской среды у себя в районе. Затем, в каком русле выстраивался диалог и к чему в ходе разговора пришли, знает Евгения Зиновьева. Она работает на месте события. Заседание длилось почти два часа и все это время потоком шли бесконечные цифры. Так, за круглым столом отметили, что республиканский проект формирования комфортной городской среды реализуется уже третий год. За это время в Чувашии благоустроили 151 дворовую территорию и 68 общественных пространств. На это направили более 970 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Причем на заседании особо подчеркнули, что в региональном проекте участвуют все районы республики. Правда, при этом всем присутствующим в зале главам муниципалитетов указали, где они недорабатывают. То есть индекс качества это оценка текучего состояния городской среды. И это указатель на дальнейшее приложение усилий в этом направлении. Например, по жилью и прилегающим пространствам нужно отрабатывать Шумерли, Козловки. По уличнодорожной сети это Канашу, Ядрину, Цивильску, Козловки. А зелененные пространства АлатРь, Новочебоксарск, Шумерля, Козловка, Мариинский посад. Также на заседании обсудили тему улучшения качества городской среды. Я напомню, что Министерство России в этом году впервые рассчитал индекс качества городской среды и обнародовал его в начале ноября. По нему Чувашия среди регионов ПФО находится на первом месте по доле благоустроенных городов. Михаил Игнатьев отметил, что результаты данного рейтинга очень значимы для республики. От этой оценки потом, соответственно, выстраиваются межбюджетные отношения по тем регионам, где на самом деле эффективно выполнили все эти критерии, все эти показатели. 50 миллиардов распределяют 50 эффективно работающим регионам. Мы были на 23 месте, если сегодня никаких там решений не будет, соответственно, мы на 23 месте остаемся среди 50 субъектов Российской Федерации, которые эффективно работали, и получим около 1 миллиарда рублей. В числе лидеров российского рейтинга наши малые города Канаж, Ядрин, АлатРа и Новочебоксарск, они преодолели планку в 180 баллов. Чебоксары в анализе Минстроя набрали 205 баллов. На заседании столичные власти объяснили коллегам из районов, как удалось достичь таких показателей. Такой высокий результат мы получили благодаря личной поддержке главы Чувашской республики, республиканского кабинета министров и инициатив идущих от жителей города Чебоксары. Представили на заседании перспективные проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республики. В этом году Ядрин победил в одной из категорий всероссийского конкурса и получил на благоустройство исторической части города и развитие инфраструктуры 40 миллионов рублей с федерального бюджета. Еще 10 к этим средствам добавила республика. В следующем году в этом конкурсе планируют участвовать еще 5 наших городов. АлатРа, Канаж, Малинский посад, Цивирск и Козловка. В ближайшее время глава Чуваши намерен подписать указ о создании республиканской программы благоустройства дворовых территорий. Все средства по этой программе будут уходить в муниципалитеты. Евгения Зиновьева, Никита Углев, Вести, Чебоксары.